МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мария – экономист, но в офисе со строгим графиком работать ей не приходилось ни дня. Всегда хотела стать предпринимателем и не оставляла мысли о собственном бизнесе. Начинала с торговли кислородными коктейлями и попкорном, но этого оказалось мало. Хотелось своего дела, причем большого, полезного и желательно связанного с детьми, ведь Мария – трижды мама. Сама судьба дала Марии знак. Четыре года назад наша героиня случайно взяла в руки книгу и прочла о пользе скорочтения. Начала искать подобные курсы в Чите и не обнаружила. Тогда решила открыть собственную школу. Для этого пришлось пройти нелегкий путь, найти стартовый капитал, получить лицензию и подобрать коллектив. Кстати, педагогов Мария нашла еще задолго до открытия самой школы. Я сделала все, чтобы людей замотивировать, убедить в этом, что они идут не на какую-то авантюру, а с аферистами связываются, а именно, что они связываются с серьезными людьми. Я им обещала, я им гарантировала, что у них будет хорошая работа. Не знаю как, но они поверили мне. Вместе с потенциальными педагогами Мария отправилась в город Златоуст, где и была основана первая в России школа скорочтения и развития интеллекта. Именно там проходит обучение и выдается необходимая литература. С того момента, как мы туда приехали и до сегодняшнего момента, сомнений в этом бизнесе у меня ни разу не было. Там нам еще повезло все-таки. Это имеет значение наши партнеры, с которыми мы работаем в Златоусте. То есть они тоже очень грамотные ребята, очень молодые, перспективные. Два молодых человека, которые придумали это все. И они вот тянут за собой весь этот бизнес. Эмблема Лиса, символа школы, часто вызывает много вопросов. Почему IQ 007? Как правильно понять это название? Да, многие спрашивают, почему именно 007? Потому что людям кажется, что 007 – это коэффициент интеллекта. Считается, что чем выше коэффициент, тем более развит интеллект. Но у нас здесь название 007 – это не коэффициент. То есть это более аллюзия на суперпопулярный образ спецагента. То есть у нас является персонаж, наш фирменный Лис. И вот 007 – это в честь спецагента. Когда школа открылась, то Марии пригодились все знания в области экономики и финансов. Качая на руках ребенка, бизнес-леди продумывала, как привлечь клиентов, а заодно и прибыль. Но дело спорилось. Взрослые и дети приходили на пробные занятия, а оставались на несколько месяцев. В уютных и просторных кабинетах стало шумно из-за детского смеха. Вот и сегодня уроки не прекращаются. На ментальной арифметике корпят над задачами. И что самое интересное, здесь успехи есть у всех без исключения. Ну, помню, когда я еще не ходил на ментальную арифметику, с математикой у меня была так себе. А теперь? Ну, а теперь результаты стали намного лучше. То есть эффект есть после занятий? Да. Мне становится больше всего веселее, когда мы считаем такие цифровые карточки. То есть там показано такое число, но оно на абакусах. Вот так вот, типа 23 на нем написано так. И надо за минуту назвать очень много карточек. И сегодня я назвал 30 таких. Это очень много, да, получается? Да. В школе скучнее, здесь очень весело. Когда ты считаешь на абакусе, у тебя больше развивается мозг и становится легче считать потом в школе. Скучать в школе скорочтение уж точно не придется, ведь занятия включают в себя и задания на развитие фантазии. К примеру, кого вы видите в этих двух точках? Это зверь или ягода? Педагоги учат детей мыслить не шаблонно, а к решению любой задачи подходить оригинально. Тогда и выходить к доске становится не страшно, а наоборот весело. Я уже не первый раз слышала от детей, что они приходят и думают, что здесь у нас похоже на школу. На самом деле все по-другому, потому что в первую очередь, чем мы отличаемся от школы? Тем, что занятия у нас проходят в очень быстром темпе, и мы за занятия проходим большое количество пособий, которые у нас меняются постоянно, и ребенок не замечает, как проходит время. То есть это быстро, интересно, но, естественно, познавательно, потому что дети уже через месяц показывают какие-то первые результаты. После занятия каждому ребенку выдается по конфетке. Это обязательное условие нашей школы. Это создано для мотивации, так скажем, ребятишек. Дневники в школе скорочтения и развития интеллекта вовсе ни к чему. Вместо оценок ребята получают от педагогов наклейки с надписью «Ты молодец». Тот ребенок, у которого в конце месяца таких поощрительных значков набирается больше, становится лучшим учащимся, и ему вручают подарки. Учителя в школе все молодые и очень амбициозные. Каждый любит свое дело, а руководитель не скупится на хорошую зарплату. Педагоги получают свыше 30 тысяч рублей. Команда у нас уже сейчас, она сплотившаяся. У нас уже 10 человек. Можно сказать, что в каждом сотруднике я более чем уверена. То есть каждый приносит свой вклад в наш бизнес. Каждый человек является профессионалом своего дела. То есть педагоги – это очень такие люди вообще ответственные, творческие, хорошо обученные. То есть они занимаются вот и до своей профессии. Можно доверить свое дитё им и даже не сомневаться в результате. Наши менеджеры тоже, они занимаются полностью работой, которую раньше я делала сама. Мария Каминская требовательный, но контактный и понимающий руководитель. К организации рабочих процессов она тоже подходит очень творчески. Вместо долгих сухих совещаний устраивает неформальные мероприятия. Они дают возможность коллективу сплотиться и работать еще более эффективно. Традиция у нас заключается в том, что мы каждый месяц собираемся один раз. Ну это была задумана как планерка, но мы потом передумали, что это будет официальная планерка. То есть у нас это более проходит в такой дружественной беседе. То есть мы, конечно же, подводим итоги работы за месяц, но и сразу же пьем чай и разговариваем у кого какие там есть рабочие моменты. То есть мы больше так общаемся. Мария успевает не только управлять бизнесом, но и своей большой семьей. Сегодня она мама дочки и двух маленьких сыновей. Младший Юра недавно появился на свет, но уже отпускает маму на работу, ведь в декрете Мария еще ни разу не усидела. Помогает совмещать в бизнес и дом любящий супруг. У Маши это еще созвела идея в 2014, в декабре, в новом году. И как бы месяца два было раздумий, ну как-то каких-то сомнений и все остальное. Но идея все равно показалась классной, то что дополнительное образование для детей, поддержка была огромная со стороны моей. И как бы у нее желание было очень большое, то есть это все сделать. Постоянно об этом думает, улучшает, советуется со мной, что сделать, как сделать, по поводу и офисов, и вообще все. Ну успеваем как? Ну вместе. Я же помогаю так же, когда надо. Я нахожусь с детьми, если нужно ей что-то сделать. А если честно сказать, у нас в родове у бабушки с дедушкой получается семеро детей. У меня мама самая старшая. То есть как бы не то, что я придерживаюсь, а так получилось, что мы были согласны, что у нас было двое-трое детей. Своим примером Мария Каминская доказывает, создать свое дело можно и не имея огромных денег. Стартовым капиталом ее семьи стал миллион рублей. Все равно в любом случае можно начать либо с небольшой суммы, либо даже вообще с нуля. Всегда есть какие-то возможности. То есть здесь нужно рассматривать приложения, какие сейчас есть у нас в нашем даже крае. Есть фонд поддержки предпринимателей. Я в него обращалась. Мне одобрили там займ на выгодных условиях. Я дополнительные средства привлекала. То есть все равно надо думать, и решение найдется в любом случае. Можно. Ну мне нравится заниматься этим бизнесом, нравится быть предпринимателем. Это очень интересно. Я свою жизнь сейчас организовала так, как я хотела, как я это видела. Может быть, лет еще восемь назад. То есть мне сейчас комфортно и на работе, и дома. Мне все нравится. Я с удовольствием приезжаю. Я все успеваю. Мне на все хватает времени. Насчет края. Ну, условия у нас, в принципе, здесь комфортные для развития бизнеса. Но, опять же, это все зависит индивидуально от предпринимателя. Кто-то жалуется, но кому-то и нормально. Пока Юра еще только учится держать голову, старшие дети Даши и Вова вовсю постигают азы маминой школы. Они наравне со всеми посещают занятия. Даша, к примеру, стала гораздо лучше учиться в обычной средней школе. Я ходила на курсы скорочтения. Там учили читать быстрый текст и понимать его. Сейчас я хожу на ментальную арифметику и считать по счету. И я ходила на курс каллиграфии, чтобы поправить чуть-чуть свой почерк. А Вова пока только выполняет занятия на фантазию, но зато точно знает, чем занимается его мама. Кем мама твоя работает? Вета. Директором? А что, она учит детей в школе, да? Скажи, а ты кем хочешь стать, когда вырастешь? Танком. Кем? Танком, блин. В честь нашей программы Мария испекла торт. Три слоя тающего шоколада, невесомый крем и аппетитные украшения. Всем не терпится съесть кусочек. Бизнесвумен и на сладкие десерты хватает времени. Кстати, угощение получилось идеальным и красивым, как и сам бизнес, который Мария также заботливо приготовила за несколько лет.